Вот есть различия, которые можно преодолеть, а есть различия, которые преодолеть невозможно. И они связаны не с тем, что кто-то не желает их преодолевать, а они связаны просто с фундаментальной устроенностью мира. Мир может быть так устроен, на самом деле, что он, как вот я говорил, регионирован, что он не допускает этого сведения. Это точка зрения. Есть одна точка зрения, она превалировала в классической философии, что мир един, что все может свести к единому основанию. А есть другая точка зрения, современная, что мир не един, мир регионирован, что такого единого основания нет. Ну вот две позиции мы зафиксировали. Так вот я тебе просто хочу сказать, что... Я считаю, что ты не понимаешь, что это раз ничего. Ну хорошо, я не понимаю. Просто еще раз говорю, что то, что ты так называешь меня, что я ничего не понимаю, говорит о том, что ты считаешь, что можно свести все к одному основанию. Это означает, что к одному основанию свести нельзя. Ты мою точку не можешь свести к своему основанию. Только не надо при этом грабить. И все сведется к одному основанию. Ещё раз говорю. Ну как свести, как вот эти две точки свести к одному основанию? Что истина одна и истина много. Нет. Истина одна и истина много. Как это свести к одному основанию? Где тут может быть одно основание? Как свести к одному, что вот бытие оно одно, но и видов бытия, бытия один, бытия два, бытия три много. Что мир регионирован, существенный образ регионирован. Ну что, истина одна, остальные истины дополняют эту истину. А я тебе говорю, что истин много. Как ты эти две точки зрения совместишь? Я тебе говорю, что они частично твоей истины. Абсолютно истины. Ну я понимаю. Так в этом и состоит проблема. Проблема состоит в том, что даже если в нашем разговоре я утверждаю другую точку зрения, чем ты, и даже их невозможно совместить. А что значит совместить-то? Это означает свести к одному основанию. Ну взять, допустим, много разных видов, много разных точек зрения. Коммунизм, либерализм, демократизм и так далее. Допустим, просто политическую сферу берем. И мы берем все эти точки зрения на то, как должно быть устроено общество и как правильно жить в социальной жизни. То есть, вводим некую единую шкалу. И примерно расставляем то, что говорит, и соизмеряем одно с другим. Вот это называется свести к одному основанию. Что-то к одному основанию вот такому может быть сведено. И оно образует единый дискурс. Одно. А что-то не удается свести. Вот оно оказывается как бы инородным. Понимаешь, ты как не крути, как не поставь, как бы, оно как бы не встает, понимаешь, невозможно сделать ничего с ним. Например, для того, чтобы не говорить тебе политические вещи. Как свести красоту, например, к доброте? Как? Вот есть красота и есть дискурс, допустим, эстетики, где все меряется с позиции красоты. А есть, допустим, нравственность, где все меряется с позиции добра. Вот как эти два дискурса свести один к другому? Как вот все, что связано с добром, как бы свести к тому, что все, что связано с красотой? А есть еще третий дискурс, допустим, политической власти. Это еще какой-то третий дискурс. А есть еще четвертый дискурс науки, это связано с истиной. Понимаешь, все эти различные области, у них разные ведущие понятия. У них разный способ видения мира. И они друг к другу, но никак не могут быть сведены. Никак ты красоту к добру не сведешь. Никак ты добро не сведешь к истине. Хотя религия это пытается сделать. И никак ты добро не сведешь к власти. Хотя, опять же, религия пытается сделать. Ну, красота – это дело вкуса, допустим. Можно сказать, что подданная красота всегда добро. Не, ну вот я говорю, единственный способ, что ты можешь заявить, что вот красота, добро, истина и что там еще было, и власть – это одно и то же. Но единственное, ты можешь заявить, что просто продекларируешь, что это одно и то же. Но по факту они же различные. Изначально из того, что они различны, оно различное. По факту оно различное. Это дело вкуса, понимаешь? Ты же говоришь, как красное свести к зеленому. Ну это цвет. Нет, красное и зеленое это цвет, действительно. А как выбери общее понятие для доброты и красоты? Такое вот общее. Добро. Ну как, мы же и добро на одной стороны, добра и красота? Ну и совершенство. Ну это смешно просто. Ну ладно, этот разговор оставляем. Я говорю, у тебя есть некий уровень, выше которого, я не знаю, не хочешь ты подниматься. У тебя нет вот этой открытости. Должен понимать, что если хочешь вообще что-то понимать. Надо хоть как-то глаза-то открывать. Не все так просто в мире устроено. Не прямолинейно устроено, понимаешь? Что вот ты знаешь истину и все. И что истина именно такова. Мир устроить сложнее. Понимаешь? Истина не одна. Вот есть такое предположение. А ты хотя бы по такую точку зрения просто зафиксируй, что она может быть. А ты понимаешь, жить по постоянным пониманиям, что как будто бы истина одна, это жить в каком-то 19 веке. Ну а жить в понимании, что истины много, это жить вообще в каком-то там... Нет. До нашей эры. Это не до нашей эры. Это просто на самом деле, чем больше мы понимаем мир, чем больше мы понимаем, как он устроен. В пещере с каменным топором. Почему? Ну потому что. А почему это так? Ну потому что. Ну как ты, так и я тебе. Почему? Эти две позиции существуют изначально. Нет. И будут считывать всегда. Что истина одна и что истина много. Нет. Эти две позиции не изначально существуют. Потому что время от времени нужна то одна, то другая, чтобы развиваться. А какое из них придерживаться, тоже дело вкуса. Просто самое страшное как раз состоит в том, что когда истина одна, что вот она чревата вот этим непримиримым враждой, которая чревата, в свою очередь, насилия. Когда говорят, что истины много, ищут, чем мы различны. Когда говорят, что истина одна, ищут, что у нас общего. Вот и все различие. Нет. Когда люди больше заинтересованы искать различия друг у друга, тогда у них много истины. Ну понятно, понятно. Тогда у них много Божие, и тогда они все делают. Хорошо. А когда люди заинтересованы найти что-то общее друг у друга, тогда у них одна истина. У них много Божие, и они не делят уже, а объединяются. Я понял. Ты примитивную позицию. По факту, как бы даже сами христиане... Зачем она примитивная? Ну потому что, по факту, даже твоё христианство, на самом деле, показывает историю, разделилось на сколько там? На 50 тысяч разных родов сект христианских или на сколько? И что с того? Ну это и означает, что даже внутри христианства, где, казалось бы, существует одно писание, один текст, один учредитель этого христианства, даже оно не смогло договориться. Как будто говорят в пустоту, даже не слышит, что я говорю. Я тебе говорю, две тенденции существуют. Они в человеческой природе обе заложены. И всё зависит от того, чего люди хотят. Делиться или объединяться. Делиться или объединяться никакого отношения к истине не имеют. Не имеют. Нет. Потому что, безотносительно, хотят люди делиться или объединяться, существует два понимания того, как устроен мир. Либо мир – это одно, как бы, и мир – это единое. И есть единое основание. Понимание, можно считать сколько угодно. Еще раз говорю. Можно еще это понимание придумать. В принципе, при желании. Но мир-то устроен как-то вот… Одним образом. Конечно. Он простой, однообразно устроен. Такой простой мирок такой. Никто этого не говорит. Это то ты говоришь. Нет. Но ты так говоришь. А откуда ты уверен, что истина одна? Почему мир устроен не регионами, а мир одним целиком? Да он может быть регионами устроен. Ну, если он устроен регионами… Как мы переходим из одного региона в другой? Ну, как-то переходим. А проблема состоит в том, как соотнести различные регионы мира, различные регионы культуры, различные культуры. Если мы не можем, на самом деле, просто так их перевести с языка на язык, это перейти со мной на другую. Если есть некие непреодолимые грани, непреодолимые различия… А вот знаешь, люди все равно объединятся. Да при чем здесь объединение людей? Люди могут объединиться даже без слов вообще. Просто увидят друг друга глазами и даже слова не будут говорить. Да и культуры объединятся. Вопрос же не идет о людях, объединятся люди или нет. Вопрос идет о… И религии объединятся. Представляешь? Какая досада. Ну вот, просто еще добавить надо, да, по поводу там регионирования бытия. Тут вот звучал разговор о том, что вот в науке, как представляет собой такое единство. На самом деле и даже в науке, даже в современной физике существует вот существенная несводимость, да, вот четырех видов взаимодействия фундаментальных. Какая там слабая и сильная, электромагнитная и гравитационная. Слабое и электромагнитное взаимодействие вроде удается свести. Некоторым электрослабым, есть теория электрослабого взаимодействия. Ванна и Герасалама, да, там вроде как единую теорию удается построить. А остальные взаимодействия все-таки остаются фундаментально разными, да, и не удается построить единую теорию поля. Единую теорию взаимодействия. И это на самом деле фундаментально показывает на том, что даже в физике существуют вот такие слои бытия, такие вот регионы. Если мы берем, допустим, пример, другой пример, там скажем, пример устройства человеческого организма, да, вот то, как пытались понять, почему человек, как у человека соотносится вот его духовная сфера и сфера материальная, телесная, да. И здесь существует дуализм, психофизиологический дуализм, да, который тоже трудно преодолеваемый, до сих пор эта проблема не решена и непонятно, на самом деле, каким образом, исходя из уровня материального, то есть уровня нейроимпульсов, да, и уровня того, как устроено наше телесное бытие, да, как можно понять тот способ, каким устроено существующее на базе нашего тела. Духовное измерение, духовное бытие, да, то есть наше сознание, то, что называется наш дух. То есть мы понимаем, как бы, да, вот это феноменологически, что вот есть различия духа и тела, каким образом они соединены в одном, мы не понимаем. То есть здесь мы наблюдаем вот эти слои бытия, разные, да, регионирования. Ну, на самом деле, можно было бы дальше приводить много таких и таких примеров, просто современная наука, которая разработана и богата, там, наверное, предоставляет много других примеров, на которые можно было бы указать. И здесь, опять же, вопрос не в том, что существует какое-то разнообразие мира, потому что разнообразие мира – это несущественное различие. А здесь речь идет о неком фундаментальном различии, да, вот о неком различии оснований, да, вот есть нечто, что как бы фундаментально различное, да, и свести их к одному не удается никак. И мы не можем свести вот четыре фундаментальных взаимодействия, к которым сведена вся многообразие нашей физики, мы не можем свести к чему-то одному, к никому одному основанию. Мы не можем свести жизнь тела, да, и жизнь нашего духа как вот некому единому основанию, да, всегда вот остается это различие. Так вот, если переходить теперь к вопросу о соотношении вот с атомизированного общества, да, и общества, построенного как организм, мы пытались как бы рассматривать этот вопрос на уровне того, что утверждали, что общество устроено как организм, а на самом деле только идеология в современном обществе, она является атомистической. То есть проблема состояла только в том, что люди неправильно понимают, на самом деле, как устроено общество, да, и искаженно видят, да, вот, что общество представляет собой организм. На самом деле вот эта дилемма между атомистическим обществом и обществом как организмом можно понять именно как дилемму вот этих разных слоёв бытия, социального бытия. То есть иначе говоря, что вот мы живём в обществе, да, которое в одном слое является атомизированным, и действительно кажется, что оно устроено вот как на уровне некоторого взаимодействия отдельных индивидов, да, а в другом своём слое оно устроено как организм. Точно так же, как наш, как человек устроен, да, у него есть душа, дух, как бы, и есть тело, да, вот. Это различные слои бытия, и они как-то сойтесены и существуют вместе. Точно так же и вот и по отношению к обществу можно говорить о том, что вот существуют разные слои. Есть слой, как бы, где мы взаимодействуем как отдельные частные индивиды, а есть слой, где мы представляем собой вот такое единство органическое, каким является, допустим, вот наш собственный организм. То есть, иначе говоря, можно понять соотношение атомизированного общества, да, и соотношение общества как организма, как вот соотношение разных слоёв бытия. Да, и представление об атомизированном обществе является истинным, и представление об обществе как организме является истинным. Просто они не могут быть сведены к некому единому основанию, да, и поэтому между ними вот есть некая непроходимая грань такая, да, вот какой я указывал, например, между, там, духом и телом, или, там, между различными взаимодействиями в физике. И поэтому борьба, вот если теперь, как бы, указывать некую политическую составляющую этого различия между, там, демократными, скажем, там, и какими-нибудь коммунистами, да, если считать, что коммунисты ратуют всё-таки за общество как организм, она не проходит по линии того, что кто-то один прав, а правы все. И демократы правы, и либералы правы, и, там, коммунисты правы, да. Просто каждый из них опирается на свой слой, да, свой слой бытия, и оттуда трактует то, как устроено общество, и как оно должно правильно развиваться, там, и дальше двигаться. Возможно, вообще, как бы, представление о вот такой правоте, да, представление об истине, оно, как бы, должно измениться, ну, и для того, чтобы мы правильно понимали, как устроен мир. Если мы будем держаться в представлении о том, что истина одна, и вот я, если обладаю истиной, то все остальные неправы и погрязли во лжи или в заблуждении, то вот такое представление никогда не приведет к никакому единству, да, людей, потому что всякий раз, вот, на уровне противостояния, вот, которое возникает, потому что, вот, различия же есть, как бы, я-то в истине, и другие-то меня, мою истину никто не хотят слушать, да, и они со мной не согласны и спорят. Что мне с ними делать, да, это, ведь единственный способ, как бы, их привести к выстине, это агрессивно действовать против них, да, пытаться их, как бы, переубедить, там, долго и нудно. И совсем не обязательно, что они даже и в этом случае согласятся, да, всегда будут остаться люди, которые будут считать, что вот именно они в истине, а вот мы-то, да, другие, мы заблуждаемся. То есть, вот это вот противостояние людей, да, оно точно так же, как бы, различных идеологий, да, оно ведь точно так же может быть основательно, да, точно так же, как противостояние культуры или, там, противостояние различных регионов бытия. И поэтому, возможно, на самом деле, достижение единства, возможно, только если признать, на самом деле, что все правы, да, что вот истина, она не является вотчиной какой-то одной группы, частные лица, да, там, и если мы говорим о религиозной истины, опять же, что не является истиной какая-то одна, там, выделенная частная религия. А что все в каком-то смысле правы, как бы, да, все обладают истиной, просто, ну, просто истина так устроена сложным образом, что вот она, что она регионирована, да, что она существенным образом, как бы, вот, является, представляется бы некое несводимое, там, к ни с чему-то одному многообразие. Ну, точно так же, как мы говорим, мы могли бы сказать так, что вот есть некая, если мы берем пример нашего организма, вот есть некая истина нашего тела, да, и на уровне тела, как бы, будут истины одни, да, и есть истина некоторого нашего духа, и на уровне духа будут истины другие. И сложно, на самом деле, если вообще возможно, вот эти две, два уровня истины, истины, да, как бы, свести к чему-то одному. Потому что то, что связано с материальными вещами, оно всегда будет противоречить тому, что, и часто, скорее лучше говорить, часто, противоречит тому, что связано с духовными вещами, да, вот, душу и тело держать некого рода гармонии, это очень сложная вещь. И, в общем, если мы наблюдаем в христианстве, как это происходит, то там время от времени вот есть постоянно вот это противостояние духа и тела, да, мы видим там аскетизм, где, как бы, дух противопоставляет телу. Ну, время от времени возникает, как бы, вроде периоды уверенности, где признается, на самом деле, что, вроде, тело тоже ценно, потому что тело храм духа и так далее. То есть вот эта вот постоянная борьба с телом, да, как бы, она является не случайностью, да, она порождена изначально вот этой разделенностью, да, изначально неисходимостью одного к другому. И если невозможно их примирить, то единственный способ, как бы, проповедовать истину, да, это, как бы, искоренять это иное, да. Так устроено, вообще говоря, если вдуматься, на самом деле, так устроено, вообще говоря, вот это вот представление об истине, как о чём-то одном. Вот если мы считаем, что истина одна, то, на самом деле, рано или поздно мы постоянно становимся в позицию конфронтации со всем другим, что представляет собой иным. Если. Ну, это похоже на то, как одна система пытается распространить своё влияние на всё, и если она находит непреодолимое препятствие, то она вот это вот препятствие, как бы, стремится, как бы, всяческими способами преодолеть, в том числе и насилие. Это вот к нашему вопросу о том, просто, что, вот, как устроено общество, потому что мы как-то встали, так, мы как двигались, 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 и как-то вдруг, почему-то пришли к выводу, что общество, организм, как бы, и понимание на Западе общества, как, чего-то атомизированного, да, какого-то такого общества, индивидов, которые объединились совместно благодаря общественному договору и прочее, что это ложное неправильное понимание, что его надо искоренить и добиться вот этого правильного понимания. То есть в этом и состоит как бы истина. На самом деле, быть может, на самом деле, и оба представления верны, что здесь нельзя делать таких поспешных выводов, убирать из них одно и отрицать другое. И надо двигаться в таком ключе. И тут, что еще важно, как раз вопрос о личности возникает. Дело в том, что в этом обществе как организме мы говорили уже о том, что есть некого рода проблема того, как будут существовать личности. Потому что личность, она связана с некого рода индивидуальностью, обособленностью и всего остального. Она даже немножко противопоставляет себя всему остальному. В этом она находит свою самостоятельность. В этом она видит свою свободу. Но! Вот если мы теперь понимаем, что, быть может, здесь отношение атомизированного общества и общества как организма, оно проходит по линии соотношения двух разных слоев бытия, то тогда, может быть, удастся совместить личные свободы и личность с тем, как устроено общество как организм. То есть, быть может, на самом деле, есть разные слои. На одном слое личность ведет себя как нечто целостное, как нечто индивидуальное, уникальное, самодостаточное, полноценное и прочее. А на другом уровне оно ведет себя иначе. То есть, оно ведет себя как нечто, как я говорю, частичное, как нечто вплетенное в некую другую структуру и так далее. То есть, возможно, соотношение цельности личности и ее частичности, когда мы обсуждали вопрос о сущности человека, надо понимать именно так. Что просто в разных слоях бытия полнота личности, ее уникальность, ее самобытность, с одной стороны, и с другой стороны, ее частичность, неполноценность и укоренен всем другом, они меняются. В зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим. Если мы смотрим на общество с позиции организма, то личность туда плетена, и она не может быть без общества. Но если мы смотрим на личность с точки зрения другого уровня, уровня взаимодействия индивидов, то там каждый индивид представляет собой цельность и, в принципе, не нуждается в обществе. То есть, здесь нет простого решения, здесь не выбор. И вот, возможно, если мы на такой более аккуратной позиции стоим, то, возможно, здесь возникнут какие-то новые решения. Причем они, если посмотреть на современное состояние России, я тут посмотрел митинг 6 мая, как выступали Навальные и прочие либералы-демократы, какие лозунги они выдвигали, и самое интересное, что в чем-то они были действительно правы. Нельзя не согласиться с тем, что то, что они высказывают, даже если они куплены западным и прочее, тем не менее, в их словах очень много истины. И вот мне просто показалось, быть может быть, что даже в противостоянии вот этих вот, как то, что называет себя оппозиции и, собственно, власти, даже может быть здесь присутствует вот это вот регионирование. То есть, и те, и другие правы в чем-то своем, и те, и другие укоренены в чем-то там. И их противостояние, и не есть противостояние выбора. Не так получается, что только правы, только оппозиция, а власть и общество, оно там отрицает, что это оппозиция не права. Или наоборот, права только власть, допустим, да, которая репрессивным методом пытается оппозицию там загнать в угол, там оппозиция обязательно не права, да, она вся продажная и прочее. На самом деле, быть может, здесь вот как раз проявляются вот эти две стороны устройства нашего общества. То есть, на стороне оппозиции вот этих демократов собрались силы, которые прежде всего вот рассматривают общество со стороны атомизированного представления, да, со стороны каждого отдельного индивида, со стороны власть и остальное общество, да, которое не приемлет вот эту оппозицию, оно рассматривает общество как некое нечто консолидированное в организме, да. То есть, быть может, как бы, противостояние, которое даже внутри нашего общества есть, оно не является, как сказать, оно потому неразрешимо, да, оно потому не может быть как однажды просто переведено к некому согласию, потому что оно базируется на разных слоях, которые присутствуют в нашем обществе или в любом обществе присутствуют. То есть, вот именно поэтому оппозиция никогда не сможет договориться с остальным обществом, да, там, с властью. Потому что идти и другие правы, и никто не хочет отказываться, да, от своей правоты. И скорее речь должна идти о том, что для того, чтобы эти точки зрения согласовать, надо как-то устроить так общество, чтобы эти слои вместе могли сосуществовать. Точно так же, как в нашем теле существует дух, да, существует тело. Если наше тело больное, да, если оно, там, как бы, мешает духу жить, да, то, как бы, духу ничего не остаётся заниматься, как вот всё-таки как-то постараться, чтобы это тело выздоровело, да, и чтобы мочь дальше заниматься духовными делами. И наоборот, если, допустим, тело… если, например, дух будет заниматься только духовными делами и уж совсем забудет о теле, то рано или поздно это тело всё-таки захереет, да, как бы, там, и точно так и станет больным. То есть здесь вот соотношение… нельзя, на самом деле, стремиться к тому, чтобы одно жило за счёт другого, да. Надо необходимо вот… необходимо добиться ситуации, в которой существовал баланс, да, чтобы дух и тело существовали совместно и оба благодетствовали. Так же и здесь, в обществе. Вот атомизированное общество, да, общество разбито на индивиды, и общество, как организм, они должны как-то, вот, какой-то баланс, какой-то компромисс, какую-то гармонию должны как-то определённого рода действиями двух сторон, и той, и другой стороны, да, какого-то мирного договора, там, или там… привести в некое состояние гармонии, да. То есть и другого способа добиться здесь разрешения вопроса невозможно. Не может… если победит одна сторона, значит, захереет другая сторона, да. То есть, поэтому и та, и другая сторона, они должны как-то умудриться всё-таки договориться и мирно сосуществовать. Ну, просто я перешёл по политическому вопросу просто потому, что это наиболее там животрепещущий, понятный вопрос, да, почему вот всё-таки… Ну, меня волнует, например, почему так уж получается, что вот власть и общество, и, как бы, оппозиция, да, не могут договориться, да, вот, то есть, постоянно возникают дебаты, и люди, честные, как бы, с обеих сторон, как бы, доказывают, что другая сторона не права. Вот всё-таки в чём здесь проблема? Нельзя же это свести к тому, что вот люди чего-то там недопонимают, потому что и та, и другая сторона имеют сторонников, как бы, и образованных, и умных, и, там, высокодарённых, как бы, и странно было бы, если бы всё, может, было бы свести только в продажниче, в продаже какой-то корысти, там, да, там, в каком-то непонимании чего-либо. Скорее, как раз вот речь идёт о вот этом, как я говорил, о слоях общества. Вот в обществе точно так же присутствуют эти слои, да. Истина, она вот так расслоилась. И не одна истина, а их да и. Ну, может быть, даже не две, может быть, и больше. Это уже просто вопрос другое. Надо, как бы, этот вопрос уже подробно рассматривать. Я не согласен с этой позицией. Я считаю, что истина одна. Вот. Но мир, конечно, многообразен. Вот. И... Проблему психофизиологического дуализма, который, может, тебе ближе, чем там... Как её разрешить? Если брать дух и тело, то я как-то с большим трудом представлю себе тот дух, парящий в небесах, который, как бы, всемирно тешит тело. Вот. Вот. Но я легко представлю себе дух, парящий в небесах, который, как бы, это тело держит в узде. Вот. Ну, любому человеку, который имеет хоть малейший жизненный опыт и, как бы, боролся с собой с какими-нибудь совлазнами телесными, это понятно. И вообще без таких побед, собственно, дух-то, наверное, и невозможен. Это что касается вот физиологии и духа. Теперь, что касается, как бы, если в политическом ключе посмотреть. Мне кажется, что, так как истина одна, то, конечно, в человеческом обществе, ну, вот в нашей стране ни та, ни другая страна, в общем-то, не представляет этой истины. Ни страна власти, ни страна оппозиции. Вот. Вот. Они, как бы, являются некими частями одной истины, как бы. А если вести речь о том, где бы эта истина могла быть, к чему бы эта истина могла быть сведена в нашей стране, то, на мой взгляд, как бы, есть такой организм, как церковь, в котором как бы объединены две эти составляющие. То есть ты продолжаешь линию того, что ты ищешь правду, а не истину? Нет. Ну, а как? То есть тебе все равно, как на самом деле, на самом деле просто есть правда некая твоя, а ты все-таки считаешь, что во что бы то ни стало, это твоя личная правда должна возобладать, независимо от того, что ты со стороны говорят. Нет, просто я не хочу многообразия выдавать за много истин. А что касается вопроса одна ли истина, или много их истин, я считаю, что это вопрос из серии, есть Бог или нет Бога. Этот вопрос, в общем-то, как сказать, никогда не будет разрешен. Так и вопрос о том, один Бог или много Богов, одна истина или много истин, тоже никогда не будет разрешен. Ну, я придерживаюсь точки зрения, что Бог один и истина одна. Понятное дело, что понятие истины в религиозном смысле, оно, кстати, не стено с понятием Бога. Почему истина одна? Потому что Бог один. А любое многообразие какое-то, которое на сегодняшний день из-за недостатка знаний или еще чего-то, пока невозможно свести к одному, это совсем не значит, что это никогда нельзя будет свести к чему-то и есть. Нет, вопрос ведь состоит, ты как бы не дослушал, вопрос состоит в том, что если Бог, если истина не одна, отсюда не следует, что Бог не один. Отсюда просто следует, что мир так вот устроен, Бог создал такой мир интересный, что истина не одна. Ну вот, а теперь я еще хотел сказать о, собственно, о Путине и власти, вернее, и оппозиции. Я не считаю, что Путин представляет собой как бы, ну, вообще власть представляет собой как бы организм, это не так. Также я не считаю, что демократы представляют в себя дух, некий дух. Власть проявляется как некая функция организма. Вот есть общество такое, и в обществе есть власть, и она проявляется как функция организма. Я вот считаю, что и те, и другие люди несут в себе обе функции. Смысл-то не в том, чтобы какие-то люди жили в духе, а какие-то люди представляли из себя организм. А смысл в том, что каждый человек должен одновременно жить на двух этих уровнях и осознавать два этих уровня. Он одновременно является личностью и организмом. А в данном случае мы видим людей абсолютно отмороженных. В данном случае мы видим с одной стороны абсолютно отмороженных людей, которые представляют из себя дух, который забил на тело и куда-то улетел, где-то там порхает и который уже даже вселился в другое тело, так как ты признал, что он проплачен. Я не признал, просто это я имею в виду, что даже... Говорят, что если он проплачен американцами. Так он упорхнул просто в другое тело. Это же стандартное обвинение. Типа то тело, которое представляет из себя власть, но оно опять же не представляет из себя тело. Это просто государственная структура, которая худо-бедно исполняет свои функции, как-то обеспечивает жизнь на этой территории. Думаю, что независимость от того, является это власть самостоятельной или зависимой от того же Запада. Она обязана исполнять эти функции. Даже если бы здесь была колониальная администрация, вот если демократы победят и здесь будет колониальная администрация западная, она все равно будет как-то здесь обеспечивать выживание. Поэтому я считаю, что эта аналогия совершенно не о чем, который это привел. Еще раз повторю, что на мой взгляд, каждый человек, независимо от того, находится демократ во власти или просто народ, любой человек, он должен по идее существовать на двух уровнях. Он должен осознавать себя как личность и как часть человеческого организма. Вообще-то я об этом и говорил. Таразий, ты как-то по-другому услышал, что это? Да, я услышал по-другому. Я услышал, что демократы это дух, а власть это организм. Я вообще-то привел такой пример. Им надо договориться между собой, тогда у нас все будет чики-пуки. Но я думаю, что дело не в этом. Просто и те, и другие люди должны осознать, и демократы должны осознать, что они живут на двух уровнях. Что они должны остаться личностями, за что они борются. Но при этом они должны дать возможность выжить и всем остальным людям. Потому что они являются частью единого человеческого организма. И власть должна осознать, что помимо выживания у людей еще есть проблема как бы остаться личностями. Я имел в виду, что они представляют собой. У одних больше превалирует атомизированное общество, у других больше органическое общество. И каждый человек, конечно же, принадлежит обеим общественным. Как по-твоему, что такое регионирование бытия? У каждого из нас есть дух, у каждого из нас есть тело. Ну так вот. Каждый человек принадлежит и тому, и другому зону. Я просто мысль закончу. А если те и другие осознают это, то это как раз идеал русской православной церкви. И даже мусульманской церкви, и буддистской церкви. Я понимаю, чем бы ни заканчивалось, всегда хочется церкви. Это будет идеал всех мировых религий реализован. И мы увидим, что истина у нас одна. И каждый человек является носителем этой истины. Просто он должен понимать, что истина она такая многоуровневая вещь. Что он живет. Вот мы тут два уровня увидели. Их может быть действительно, я с тобой соглашусь, больше. Их может быть сколь угодно много этих уровней. Ну понятно, может еще. Но не было бы необходимости осознавать эти два уровня и жить на них, если бы не было одной истины. Если бы истины было много, каждый мог бы жить на том уровне, на каком он хочет. Как у тебя выходило изначально, что одни живут на одном уровне, другие на другом. Но ты все-таки пришел к выводу, что надо, чтобы они жили на двух уровнях. А это и есть как бы единое основание. Еще раз тебе это... Ты говоришь, что Валя, проблема-то твоя всегда состоит в том, что ты каждый раз ухватываешься какими-то грубыми вещами, грубым способом. Проблема-то ведь не в этом состоит. Я сказал, что если есть регионирование бытия, это означает... Что такое регионирование бытия? Это означает, что не так, что ты можешь выбрать одно или другое. Это означает, что ты присутствуешь и там, и там. Ну хорошо. Возвращаясь к оппозиции власти, им не нужно договариваться между собой и жить дружно, как ты называешь. Им нужно договариваться? А им нужно каждому осознать, что они живут на двух уровнях. Тогда у них не будет разногласий. Еще раз говорю, у одних превалирует атомизированное представление о мире, а у других превалирует... Дух, из тела, договариваться... Вот это метафа органистического общества, это же такое метафа. Я же так и сказал сначала, что я не согласен с твоей интерпретацией. Хорошо, не согласен. Вот у нас две интерпретации, кому какая больше нравится. Хорошо. Да, тут требуется некоторое, видимо, пояснение по поводу регионирования бытия, потому что там, как выяснилось, не все так просто тут. Я уже как бы делал одно время доклад про это, и он как бы казался какой-то не очень понятным людям. В чем здесь как бы проблема состоит? Да, вот есть философия Парменида. Она является образцом классической философии, и, собственно, на ней вся классическая философия обосновывает, почему мир представляет собой нечто единое. Ну, и не только философия, но в том числе и богословие, да, почему обосновывает на основании философии Парменида, почему Бог один. Потому что логика любого богословия, да, логика классической философии одна и та же. Она сводится к следующему, что вот, если мы берем два сущих, если мы берем два бытия, то вот представим себе некое воображаемое пространство, и как бы метафорой бытия, можно нарисуем в этом воображаемом пространстве два шарика, да, вот два шарика соотносятся, то одно бытие и другое бытие. Можно задать вопрос, а между этими двумя шариками есть что-нибудь? Потому что, поскольку каждый шарик представляет собой бытие, то между ними может быть только небытие, да. А небытие не существует, ну, по определению того, что такое небытие. Значит, между двумя шариками бытия не существует ничего. То есть, эти два шарика на самом деле представляют собой нечто одно. И так вот, и можно таким образом говорить о том, что вот сущее с сущим, да, вот бытие с бытием сплачивается, и все в конце концов превращается в один однообразный монолитный шар. Шар бытия. Ну, вот это вот, собственно, простая логика философствования Фарменида. Ну, она изложенная как бы вот именно со стороны логики его рассуждения. То, что когда я рассуждаю про регионирование бытия, на самом деле в некотором смысле есть отрицание логики Фарменида, да. Она утверждает, на самом деле, когда мы сравниваем два бытия, когда мы говорим о том, что вот есть одно сущее и другое сущее, и задаем вопрос о том, что существует между ними, да. То есть, когда мы имплицитно подразумеваем, что вот это вот некое промежуточное пространство, оно существует. То есть, что эти два бытия в нечто какое-то как бы вставлены в нечто, в некий единый контекст, в некое единое основание, где они могут быть соизмеримы и сравнены, да. То есть, мы как бы предполагаем, на самом деле, уже заранее, да, когда мы сравниваем сущее с сущим бытие с бытием, что они вот существуют в некотором одном общем, что есть единое основание, куда эти два бытия могут быть сведены. Так вот, если предположить, на самом деле, что этого единого основания нет, то есть, если быть последовательным, да, потому что ведь это предположение, оно избыточно, да, оно как бы в самом рассуждении, оно как бы имплицитно присутствует, хотя оно не обоснованно. Вот, допустим, теперь мы как бы стоим на позиции, что такого вот единого основания, такого пространства, где эти два шарика бытия, мы могли бы совместить и попытаться понять, что находится между ними, то есть, задать вопрос о том, что же это находится между ними, да. Если такого пространства нет, то тогда мы и сравнить не можем. Мы говорим одно бытие, другое бытие. А между ними что такое? Так и нет этого между, потому что и пространство, и основания, к которому могут быть соединены и сравнены эти два бытия, их нет. И тогда получается, что возникает ситуация, когда видов бытия много. То есть, есть бытие один, бытие два, и, быть может, там сколько-то, какое-то количество разных бытий. И вот когда я говорю про легионы бытия, то я имею в виду, что эти регионы соотносимы именно как одно бытие, другое бытие и третье бытие. Речь не идёт о соотношении неких сущностей, речь не идёт о соотношении неких определённостей. Речь идёт именно о вот этом максимально формальном разговоре. Допустим, примером такого соотношения различных регионов бытия представляет собой соотношение материи и духа, или там соотношение материи и сознания. По примеру такогоososношения, может быть, соотношение особо очевидное соотношения с живого и неживого. В чём-то живое и неживое сравниваются и у них есть общие основания, а в чём-то, как бы, общего основания нет. Потому что живое никак не сводимо к неживому. И дух,atzнание никак не сводимо к материальному. В общем, существует... Сознание не сводимо к живому. Ну, я имею в виду, когда соотношение сознания и материи. Можно было бы говорить и в физике, да, что существуют как бы различные взаимодействия, там, и одно взаимодействие не сводимо к другому. Ну, как бы это более сложный вопрос, да. Но в любом случае, вот можно придумать много, возможно, много придумать примеров, вот, где существуют такие отдельные регионы бытия, не сводимые друг к другу. Да, как бы вот такие шары, да, которые существуют параллельно. То есть, их невозможно совместить, непонятно где общее поле, на котором можно было бы их сравнивать, да. Не просто один шар, другой шар и третий шар, и все эти шары одновременно параллельно существуют. Шары бытия. И поэтому получается, что как у Парменида было, что бытие одно, да, и отсюда возникало, что один мир, как бы один бог и прочее. А поскольку тут регионов много, как бы бытиев много, да, бытие один, бытие два, бытие три, отсюда возникает некого рода новая предпосылка для возможных рассуждений дальнейших, да, там, новой философии. Можно было бы считать, что каждое бытие репрезентирует отдельного бога. Это один разговор. Можно было бы считать, что в каждом регионе там своя истина. А можно было бы считать, что на самом деле это бог один, а просто он создал такие мир многосложные, да, что вот он как слоёный пирог, да, вот он такой, он слойстый, да. И эти слои, они параллельно друг к другу существуют, они как бы друг друга пронизывают, да, они как бы вставлены друг к другу там. Не так, что они соотносимы, а как-то вот они существуют параллельно. На самом деле, если вдуматься, на самом деле, у нас существует, по крайней мере, вот такая сложная, сложная иерархия, да, бытия, в котором вот есть уровень неживой природы, да, вот есть уровень живой природы такой, как растение, есть уровень живой природы такой, как животное, есть уровень живой природы, как человек. Почему у человека возникает еще один уровень, там, сознание, да, там, и человек, опять же, существует не сам по себе, не только индивидуальное сознание, но также существует еще и в виде какого-то коллективного сознания, которое образует общество. То есть, на самом деле, быть может быть, и высшие какие-то тоже регионы есть, мы просто этого знать не можем. На самом деле, в нашем вопросе очень важно вот эту логику, да, регионирование бытия рассмотреть на примере того, как соотносится отдельный человек и общество. То есть, собственно, и вопрос, когда мы задаемся вопросом о сущности человека, и когда мы указываем на то, что сущность человека существенно входит в социальное, да, то мы имеем в виду, что человек каким-то образом участвует в таком регионе бытия, как социальное. То есть, есть вот такой регион бытия, ну, если мы берем соотношение человека и общество, да, как личное, да, вот каждого отдельного человека, а есть такой регион бытия, как социальное. То есть, мы берем сейчас регионирование в смысле, как бы, рассмотрения общества. И вот это вот регионирование, оно существенно в рассмотрении, ну, в понимании того, как вот мы обсуждаем этику. Причем здесь получается так, что каждый из нас чувствует себя индивидом, да, вот он может свое сознание, допустим, опускать до уровня материального. То есть, он может на уровне тела, оставаться на уровне тела. То есть, как бы, на этом, в этом регионе бытия видеть весь смысл своей жизни. То есть, обеспечить себе комфорт, добиться каких-то, там, благ материальных. И видеть вот только смысл в этом, да, вот в этом регионе бытия. И не подниматься выше. В христианстве о таких людях Павел отзывался, что они соматики, да, слово «сома» – это тело. Ну, Павел так еще выделял психиков и пневматиков. Ну, психики – это те, которые на уровне души остаются, да, на уровне, как бы, переживаний и эмоций. А пневматики – это на уровне, как бы, духа остаются. То есть, вот даже в христианстве, то есть, в представлении Павла существует это регионирование. Ну, и, собственно, мы все понимаем, на самом деле, что вот есть некое разделение, да, тела, души и духа. И вот это разделение существенное, как бы, и это разделение никак не сводимо к чему-то одному. Ну, для нашего разговора важно, на самом деле, что человек может не только оставаться на уровне телесного, но он может подняться выше на уровень духовного, да, и как бы, и весь смысл жизни видеть духовно. Это еще один регион бытия. То есть, у человека, по крайней мере, существует, ну, если душу считать в качестве региона, я не знаю, считать, или все-таки душу мы присоединяем к духу, или духу, это непонятно. Ну, будем считать, что не будем выделять отдельно душу и говорить о двух регионах, по крайней мере, телесном и духовном, да. Так вот, человек, на самом деле, не только в двух этих регионах присутствует, да, и его сознание не только живет либо в телесном, либо в духовном, но вот человеческое сознание еще принадлежит такому региону, как социальное. И это социальное, оно превышает эти два региона, да, и в этом социальном он обретает некоторое новое сознание, если он поднимается до этого, если он поднимается до уровня социального. Он в нем живет, он может жить в нем же бессознательно, точно так же, если человек всю свою жизнь подчиняет как бы телесному, удовлетворению телесных никаких потребностей, да, то у него духовное вид тоже существует, оно никуда не девается, но просто оно в каком-то загоне находится, да, оно живет в какой-то бессознательной жизни, да, вроде как не проявляя себя, но оно существует же все равно параллельно, параллельно во всех его запросах телесных, вот это вот духовное, оно как бы постоянно существует, просто оно не реализовано. С другой стороны, если человек живет в духовной жизни, да, то как бы он не хотел, все эти запросы тела, они постоянно присутствуют. И хочет он того или не хочет, ему нужно есть, пить, спать и прочее, да, То есть, регион телесного для него точно так же важен. И вот точно так же существует ещё и третий регион, как нам кажется, в сущности человека. Это регион социального. И как бы человек не жил бы в личной жизни своего тела и своего духа, тем не менее он постоянно сталкивается и с такими проблемами, которые связаны с регионом социальным. То есть, он включён в это социальное по факту. И когда он атомизирует себя, когда он отделяет себя от общества и кажется, только живёт своими духовными и телесными потребностями, на самом деле, это социальное, опять же, никуда не девается от него. Оно точно так же существует, оно точно так же требует, ну как сказать требует, оно просто существует как регион, в который человек может подняться, в котором человек может точно так же жить. И точно так же в этом что-то делает. Так вот, когда такой вот индивидуалист всё-таки как бы поднимается и до уровня социального, общественного, то есть, как бы до уровня взаимоотношения, не только с самим собой, до замыкания своей субъективности, когда он поднимается до общения, до взаимодействия с другими людьми, вот когда он живёт в этом регионе социального, он просто как бы ещё обнаруживает ещё один регион, да, как бы. И в этом регионе совсем другая жизнь. Вот то, что в этом регионе, как мы говорили, социальное устроено в виде некого организма. Человечество как организм существует тоже на многих уровнях, но есть ещё один дополнительный уровень человечества как организма, социальный, в отличие от человека. У человечества как организма есть и материальный уровень, и уровень жизни, и уровень общественного сознания. Слышишь? Я-то хотел просто сказать, что мир разбит на такие слои, регионы, и мы, и человек не ставим на всех слоях. Понимаешь, что получается, что человеческий организм имеет регион ещё один, которого человек не имеет. Как он не имеет? Он имеет имеет... Да нет общественного сознания, нет у тебя. Да дело же не в этом, мы же говорили про сущность человека. Сущность человека существенно социально. Это и означает, что вот этот регион социального точно так же писан, как бы, в человеке. Ну, человек сам по себе не может создать общественное сознание. Да это не важно, что он не может создать общественное сознание. Он его и не создаёт, он существует по факту. Мир стоит из слоёв, мир состоит. И человек что-то создаёт, он не может ещё придумать. Я принадлежу миру... Да, вот это... Подожди, я принадлежу миру не живой природы, потому что у меня, на самом деле, точно так же, если я умру, моё тело будет лежать среди камней и прочего. То есть я с ними соизмерим. Я же принадлежу, как бы, живой природе, потому что я живой, понимаешь? Я принадлежу... Ты телесный, да, некоторый. Разумный. Я принадлежу, как бы, миру духовному, потому что у меня есть сознание, разум и прочее. То, что я обладаю этими способностями. И это ими пользуюсь. Я принадлежу миру социальному, потому что я социальное существо. По факту это всё. А не так, что, как бы, это... Хочу я это или не хочу. Вот есть некого рода регионы, расслойность такая. И вот в этой расслойности я присутствую в разных слоях. Я могу отказаться, допустим, от социального и считать, что это слой для меня ничего не значит. Но оно всё равно социальное будет существовать во мне. И проявлять себя, потому что я-то буду... Всё равно так, как бы я ни хотел, сущность моя человеческая является социальной сущностью. Потому что я человек, и существо социальное. Когда мы говорили, что человек является частичным существом, мы имели в виду, что не может человек от общества от единицы. Он, как бы, вписан в общество, существенно в него встроен. Теперь мы говорим о том, что он, возможно, как бы... Если мы говорим с точки зрения регионирования бытия, человек является цельным на уровне телесного и двух первых уровней, и духовного. Но он является частичным на уровне третьем, социального. Может быть, эта частичность, она проявляет себя в определённом аспекте рассмотрения вопроса. Если мы говорим про регионирование бытия. Не так, что человек частичен вообще по определению раз и навсегда, да, его сущность такова. Нет. Если человек будет рассматривать себя как некое индивидуальное сущее, то он, как бы, в этом своём индивидуальном рассмотрении окажется цельным. Но он просто часть своей сущности тогда не увидит, которая является социальной. Вот и всё. Он просто ограничит рассмотрение вопросом, как бы, и сущности человека, как бы, не только в смысле индивидуальности, да, то есть в смысле личности. И отсекёт от себя огромную часть сущности, связанную с социальным полем. Но социальное поле точно так же... В социальном поле человек точно так же есть некоторая сущность, которую точно так же нельзя отсекать. И если мы берём социальное поле сущности, то в это поле человек частичек. Он вписан потому что в общество, потому что он там составляет только часть этого общества, и от него существенно как бы зависит. Да, социально и выше человека. Да, и вот мы говорим, теперь как бы если мы весь вопрос рассматриваем, мы уже у нас постоянно есть, мы сейчас работаем в коллизии атомизированного общества, и общество понимаем его как организм. На самом деле тогда надо было бы не так строить коллизию, как я сейчас только что произнес. Дело не идет о двух каких-то обществах. Может на самом деле дело идет о том, что есть индивидуалистический уровень человека, то есть человека, который живет на двух регионах, телесном и духовном. Есть уровень, где он покидает пределы своей субъективности, индивидуальности и смыкается с другими людьми в социальном поле. Может надо все-таки как бы отойти от такой простой дихотомии двух обществ. С одной стороны как бы атомистического, с другой стороны как бы органистического, ну сообщества как организм. И попытаться как бы посмотреть, как бы подойти с другой стороны, посмотреть регионы бытия, в которых человек представлен. То есть человек как нечто-нечто, что просто существует на разных уровнях. Лучше говорить даже так, сознание человека, которое может быть погружено полностью в телесное, и там как бы за кости нет. И остаться, может быть все-таки держаться на уровне духовного, но духовного то индивидуально духовного. То есть то, что называется в современной культуре, где как бы духовное понимается всегда как некое индивидуальное, личное, духовное. Мое творчество личное, мое переживание и прочее. А может подняться выше, как бы коллективное духовное. Но может быть не только духовно-коллективное. То есть некое коллективное, потому что социальное оно тоже имеет свое тело. Там может быть тоже какие-то существуют регионы. То есть на это надо разбираться. Индивидуальное духовное тоже, наверное, может быть? Есть индивидуальное духовное, есть коллективное духовное, но есть же еще и социальное тело. Есть тело как бы наше личное, а есть ещё общее тело социальное. То есть, возможно, надо как бы строить некую более сложную картину того, как устроен мир. То есть, есть моё тело личное, есть мой дух. Есть тело человечества. Или тело человечества, очень большое тело. Мы берём, например, есть тело, возьму, как бы коллектива. И в этом коллективе есть, во-первых, коллективное тело. У этого коллективного тела есть коллективное бессознательное, и есть коллективное сознание. Понимаешь? Коллективный дух. То есть и так далее. Это различные уровни, как некая встроенная в друг друга иерархия. И может быть, прослеживая движение иерархичности, и пытаясь понять, как они соотносятся, может быть, удастся правильно выстроить и то, что такое человек, и что такое с другой стороны общества. Потому что наши вопросы, связанные с этикой добра, могут быть решены только, если мы будем правильно понимать, как устроен человек и как устроено общество.